Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами вместе ставим шампанское на второе брожение. Скажу сразу, этот ролик я не планировала, ролик вообще по шампанскому у меня разбит на несколько частей, которые я снимала в процессе. И вот, ну, скажем так, предзавершающий этап я уже планировала дождаться результата и тогда показать все вместе. Но есть запрос, есть те, кто хочет делать это сейчас, а поскольку информации на самом деле очень мало и описана она в большинстве своем литературе, поэтому показываю сейчас. Сразу скажу, что от некоторых промышленных технологий я отступаю, в ролике я это где-то буду упоминать. И еще такой момент, ну, в шампанском, что важно, вот поставить на второе брожение и потом поработать с осадком. Да, все мы знаем, там есть такие специфические процедуры, когда мы переворачиваем бутылки, шампанское, вернее, осадок перемещается на пробку, потом его удаляют. А я, конечно, тоже буду это пробовать, буду показывать, но я сейчас специально достала вот две бутылки, это классическое шампанское. У меня по одной бутылке я заливала именно вот в такие прозрачные бутылки с винтовой пробкой, чтобы мне, ну, как бы можно было легко наблюдать, что происходит и как-то, ну, ориентироваться. Да, это такие пробные. Так вот, сейчас поднесу поближе, покажу, значит, что вообще происходит, да, и насколько страшна работа с этим осадком. Если мы делаем шампанское, игристое вино для себя, то если оно будет несколько мутноватым, ничего страшного в этом не будет. Повторюсь, мы делаем для себя, и от того, что оно там немножечко, вот, не такое кристальное, ничего страшного. Ну, а, собственно, вот, смотрите, как выглядит, вот, две недельки оно бродит. У меня было вино, осветленное желатином. Да, видно, где-то частички плавают, но я сейчас эту бутылку поподшевелила, да. Вот там внизу такой осадочек, который от желатина уже в бутылочке образовался. То есть, смотрите, на самом деле ничего страшного такого нету. И если подержать эту бутылку потом на холоде, то, в принципе, даже можно не избавляться от осадка, если мы хотим сразу выпить, ну, аккуратненько его слить с дна. А вот это вот пятнат, напоминаю, что такое пятнат, это тоже игристое вино, но оно бродит на своих сахарах. Если в классической технологии шампанского мы добавляем сахар и дрожжи, то здесь, грубо говоря, не доброт, мы заливаем в бутылку и дображиваем в бутылке. Вот, смотрите, тоже было осветлено перед заливкой. Смотрите, что происходит, я специально болтаю, что происходит с осадком. Ну, вот так вот он взбалтывается. То есть, на самом деле, какой-то вот такой очень страшной проблемы при работе с осадком, с игристыми винами, ну, нету. Вот оно осядет, то есть, потом можно перевернуть, либо не переворачивать, перед употреблением охладить. Если аккуратненько наливать, то осадок останется в бутылке. Поэтому сильно пугаться этого не стоит. И я вам показала, что ничего тут такого страшного нету. Ну, и, собственно, как же поставить шампанское на второе брожение, что для этого нужно? Наш виноматериал готов, он уже отдохнул, он уже осветлился. Я говорила, что минимум месяц, максимум, мы можем продержать такой виноматериал несколько лет и уже потом ставить его на второе брожение. Каждый сам решает, когда и в какой момент ему это делать. Ну, поскольку я экспериментирую, то вот отстоялось, все осадки повыпадали, осветлилось, все. Идем дальше. И теперь нам нужно приготовить тиражный ликер. Что же такое тиражный ликер? Грубо говоря, это сахарная смесь. Мы помним, что здесь виноматериал у нас сухой, весь сахар выбродил. И нам надо добавить сахар, на котором уже будет идти вторичное брожение. Вот, собственно говоря, что такое тиражный ликер. Тиражный ликер готовят на том же виноматериале. Ну, как правило, в производстве не используют чистый сорт, используют купажные виноматериалы. Ну, мы дома будем пробовать так, как у нас получается. То есть, если у вас есть, например, несколько готовых таких виноматериалов, то мы помним, что спиртуозность у них не очень высокая. Именно поэтому я снимала все, ну, с самого начала говорила, что там сахар максимальный 17-19% должен быть. То есть, у нас здесь не должно быть высокого спирта, чтобы тиражам еще было куда бродить. Так вот, если у вас есть несколько таких виноматериалов, вы их можете скупажировать так, как вам хочется, под ваш вкус. Опять же, для домашних вин нет каких-то там очень строгих правил, как это сделать. Смешали, посмотрели, что вам так понравилось. Вот, будет оптимально там по кислоте, по всему остальному, по ароматам, все, значит, нравится, на этом и делаем. Значит, сам тиражный ликер должен содержать определенное количество сахара, как правило, 50-60%. В конечном варианте, когда мы добавим его в общее количество виноматериала, у нас должно получиться 22 грамма сахара на литр. Итак, теперь расчеты. Как я уже сказала, значит, на 1 литр виноматериала нам понадобится 40 миллилитров 60% ликера. Значит, у меня 3 литра, да, мой экспериментальный объем на 3 литра мне сколько понадобится? 120 миллилитров ликера 60%. Это не значит, что там будет сахар и 120 миллилитров жидкости, да, вот этой, нет. Тут надо правильно рассчитать. В 100 миллилитрах нам надо, чтобы получилось 60 грамм сахара и 40 миллилитров жидкости. Ну и, соответственно, пересчитываем на нужный нам объем, на 120. Вот мы уже взвешены сахарок, но расчет на 3 литра скажу. Получается 72 грамма сахара, 48 миллилитров виноматериала. Значит, у меня это получилась вот такая небольшая баночка, на самом деле здесь даже несколько больше, чем мне нужно, но ликер должен быть максимально лишен кислорода. Соответственно, мне бы надо было приблизительно вот столько в баночке, но тогда нет у меня другой баночки, неудобно мне. Поэтому, значит, делаем тогда чуть больше. То есть тоже смотрите, какая емкость у вас есть. Значит, сахар лучше растворяется при более высокой температуре, но держать при температуре выше 30 градусов не рекомендуется. Соответственно, на растворение сахара нам понадобится некоторое время. К примеру, при 20 градусах Цельсия нам понадобится около 6 часов. Поэтому мы никуда не спешим, более того, ликер сразу не добавляют. Ему тоже нужно время. Как я уже сказала, ликер должен быть максимально лишен кислорода и количество его в процессе должно снизиться. Чем выше будет температура окружающей среды, тем вот это количество кислорода снизится быстрее. Но, повторюсь, больше чем 30 градусов выдерживать не рекомендуется. И считаю, что не меньше 10 дней должен ликер постоять. Ну, мы сколько можем ждать? Столько и можем. Можем 10 дней ждать? Значит, можем. Также в промышленности, например, в Советском Союзе рекомендовалось добавлять спирт вот в этот самый тиражный ликер в количество 15-25% от этого самого ликера. Добавляли также лимонную кислоту, но мы этим всем пренебрегаем. Мы этого делать не будем. Ну, вы, конечно, можете, если хотите, я этого ничего делать не буду. Все, я сахар растворила, и этого мне достаточно. Касательно самого типа сахара. Исторически и традиционно так сложилось, что сахар использовали тростниковый. Хотите, можете использовать тростниковый. В Советском Союзе использовали свекловечный сахар. Единственное, там был определенный гост на этот сахар. То есть сахар должен быть хорошей очистки. Ну, на самом деле, на сегодняшний день у нас хороший, красивый белый сахар. Поэтому, как бы, я считаю, что вполне можно использовать его. Но если очень хочется, можете купить тростниковый, либо даже купить глюкозу. Ну, тут уже по вашему желанию. Значит, сейчас мы это оставляем. Оставляем при комнатной температуре. Если в доме сейчас включены батареи, можно оставить возле батареи. Помним, температура около 30. Нам очень хорошо будет. Итак, мой ликер пару дней постоял. Сахар в нем растворился. Скажу сразу, что 60% сахара растворяется крайне плохо. У меня для этого понадобилось несколько дней. Периодически надо было перемешивать. Потому что, если сразу все всыпать, он у вас осядет на дне. Ну, и, скорее всего, что так и останется. Поэтому, вот к этому моменту нужно быть внимательным. Я вам говорила, что должно выдерживаться там около 10 дней. Ну, я немножечко выдерживаю меньше. Теперь моя задача, значит, добавить ликер и добавить дрожжи. Сразу скажу, я буду использовать дикие дрожжи. Такое мое желание. Такое, ну, у меня свои тараканы в голове. Вам же рекомендую. Есть специальные дрожжи для игристых вин. Попробуйте сначала на них. Ну, если хотите экспериментировать, как я, можно поэкспериментировать. Значит, вот моя дрожжевая разводка. Я изначально специально делала в ней высокий сахар. Вот моя дрожжевая разводка. Я изначально делала в ней высокий сахар, порядка 28. Потому что именно те дрожжи, которые размножаются при высоком сахаре, лучше всего выживают в игристых виноматериалах. И вообще в игристом вине. Именно поэтому я делала таким образом. Но получилось, пока у меня туда-сюда все процессы шли, то все уже почти выбродило. Поэтому у меня удалось еще недавно, вот, последний был снят, правда, столовый виноград. Я добавила немножко нового виноградного сока, чтобы эти дрожжи оживились. Причем вот они так у меня под крышечкой постояли. Там обильная пенка. То есть все у них хорошо. Надо, чтобы дрожжевая разводка была свежей. Если вы, например, делали закваску месяц-два назад, то даже если вы ее поставили в холодильник, дрожжи будут в спящем состоянии. Значит, их надо оживить. В идеале поместить в тот виноматериал, который вы планируете использовать, ну, в небольшое количество, да, чтобы они активно начали размножаться и нам попасть именно на эту пиковую фазу размножения. Но, повторюсь, что для начала, как бы, лучше всего попробовать все-таки дрожжи покупные. В специализированных магазинах они продаются именно дрожжи для игристых вин. Итак, теперь наша задача все это смешать. Пропорции помним, что на литр нам нужно 40 мл вот этого самого 60% ликера. В литературе написано, что нужно делать тиражную смесь, то есть ликер с дрожжевой разводкой, вот с этими самыми оклеивающими веществами. Мы вводим сусло. Но, честно говоря, я так немножечко задумывавшись, понимаю, что мои вот эти вот дрожжики, да, если я их в 60% ликер запущу, вряд ли им это понравится, даже кратковременное такое нахождение. Поэтому я в свое сусло добавляю ликер сначала. Значит, смотрите, сколько это разводки добавлять. Но на самом деле правильно было бы считать, сколько там живых клеток, и в зависимости от этого рассчитывать. Ну, я здесь добавляю на глаз просто до верха моей банки. Аккуратненько переливаю, чтобы сильно не потревожить осадок. Итак, смесь наша залита в бутылки для брожения. Я использую вот такие пивные бутылки с керамической пробкой. Ну, мне так удобнее. Посмотрим, насколько вообще удобно будет в дальнейшем с ними обращаться. Ну, вот у меня такие бутылки есть, поэтому я их использую. И одну я специально ставлю под винтовую пробку, обычную прозрачную бутылку, ну, чтобы мне было видно. Здесь темненькая, чтобы мне было видно, как что происходит с этим всем. Удобнее будет наблюдать. Значит, в классике нам надо поместить это в 10-15 градусов и в горизонтальном положении. Ну, в принципе, бутылки можно положить, но, наверное, я их укладывать не буду. Я просто поставлю у себя по возможности в прохладное место. Брожение длится, должно длиться около месяца, может быть, чуть больше. Повторюсь, постановка на вторичное брожение это еще не завершающий этап. В классической технологии шампанских вин есть еще такая вещь, как выдержка на осадке. То есть, на осадке можно держать там и несколько месяцев, и год, и, по-моему, даже до нескольких лет. То есть, держать можно долго. Но если мы сейчас спешим сделать себе игристый напиток к празднику, к Новому году, да, мы его можем употребить. У меня хоть не так много, но я думаю, что я, скорее всего, что успею посмотреть что-то до Нового года и вам показать. Ну, а остальное уже подержу, там, может быть, до следующей осени. Посмотрим, да, как будет получаться. Подержу и посмотрим, ну, тоже, что из этого будет выходить. То есть, все эти ролики будут. Все, что у меня получится, я вам обязательно покажу. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на первоначальные видео по шампанскому, ссылка на каталог наших сортов и наградные контакты. До новых встреч!